Счастливые гигабайты не считают. Уверены в семье Глаговских. Интернета и минут родителям двух мальчиков для работы нужно много. Глава семейства Павел – шеф-повар. В день у него сотни звонков и запросов. Мама Елена хоть и в декрете, но ведёт свой бизнес онлайн. У меня онлайн-магазин «Одежда» и «Ставпутик». Постоянно нужно выставлять новинки, принимать заказы, также отвечать подписчикам на вопросы. То есть доступ в интернет нужен всегда и дома, и также где-то в городе. Старший сын тоже в сети. Пока умеренно и с пользой. Пятилетний Егор уже вовсю мечтает о школе. В интернете не только смотрит мультики, но и узнаёт много нового. Вместе с мамой находят образовательные курсы и ролики. А также частенько звонят папе на работу. Стали замечать, что счёт телефона приходится пополнять всё чаще и чаще. Вроде маленькие суммы, как-то не обращали внимания поначалу. Плюс у нас ещё разные операторы были с женой. Такие звонки дороже, как всегда, выходят, как правило. В какой-то момент решили посчитать, сколько же мы тратим на связь. Удивились. Плюс прибавили ещё затраты за домашний интернет и телевидение. Порой выходило около трёх-пяти тысяч, что сильно не бьёт по семейному бюджету. Но неприятно. Согласны? Ну и решили, что с этим что-то нужно делать. Отказываться от привычных услуг и сервисов семье Глаговских не хотелось. Поэтому они изучили предложения операторов связи, которыми пользовалась семья. И нашли решение у МТС. Семейный тариф «Мы МТС плюс». В него входит и мобильная связь МТС, и домашний интернет, и ТВ от провайдера зелёной точки. Так, красно-зелёное цифровое решение сэкономило больше 50% трат, которые у Глаговских были на связь раньше. Чтобы оптимизировать затраты на цифровые сервисы, я рекомендую вам провести ревизию. Почитайте, сколько у вас в семье гаджетов, изучите все подписки, проанализируйте траты. Не забудьте учесть также и общие домашние сервисы. Имейте в виду, если у вас в семье все пользуются услугами разных мобильных операторов, то, скорее всего, вы увидите повышенные расходы на общение друг с другом. Если по итогам такой проверки общая сумма расходов на связь вас не устроит, то это вовсе не повод от чего-то отказываться или расстраиваться. Мы всегда готовы подобрать наиболее подходящее предложение именно для вас. Ну и, конечно же, на сегодняшний день выгодный тариф – это приобрести услуги домашнего интернета, телевидения и мобильной связи в единой подписке. В этом году количество подключений таких тарифов в Ставрополе выросло в два раза. Экономия без потери качества цифровых услуг доступна практически всем жителям краевого центра. Мобильная сеть МТС стабильно работает во всем городе, а проводной интернет от зеленой точки заведен практически в каждый дом. Проверить возможность подключения комплексных тарифов можно на сайте МТС.